Привет, я Стас Давыдов. И давайте сразу скажем пока нашей ёлке, потому что её уже не будет в следующем выпуске. Прощайте все, с вами было весело. Всё, хвала скотчу. Теперь, когда мы вам пообещали, её придётся выкинуть, потому что иначе она постояла тут до марта. Вот первое видео, и оно на вашу любимую тему. Издевательство над детьми. Впрочем, тут всё довольно мило. Девочка впервые в своей маленькой жизни увидела брата-близнеца своего отца. И она, скажем так, удивлена. А батя не боится, что у ребёнка косоглазие случится? Такая классическая сцена из фильма. Кто-то настоящий, а кто-то клон. Кого же выбрать? Не волнуйся, девочка, это всего лишь жидкий терминатор. Принял форму твоего отца и скоро убьёт всех. В любом случае, судя по её лицу, в её маленькой головке творится что-то такое, чему там очень тяжело уместиться. Тут ниггер, там ниггер, меня украли ниггеры. Это папа и это папа. Два папы, значит это однополая семья и меня украли гомики. Пап, вот скажи мне честно, ты гигантская амёба с Венерой разношаешься делением? Короче, деритесь, кто умрёт, тот не мой папа, всё просто. Да, девочка, так выглядит сбой в матрице. А вообще не переживайте, ребёнок даже не стал заикой. Один папа хорошо, а два папы лучше. Ведь это вдвое больше донорских органов, если что. И это хорошо. Второе видео прислал Резалов. И оно расскажет нам о самых тупых представителях фауны средней полосы. Да-да, о шоколате. Сек-водитель Федя у нас за штурмана и саня пассажира. Она завелась! Она поехала! Она убила их всех! Заметьте, как оператор раскладывает по полочкам, кого как зовут и кто где сидит. Видимо, чтобы потом криминалистам было удобнее работать на месте ДТП. Ну и для некрологов. Сек-водитель Федя у нас за штурмана и саня пассажира. Она завелась! Она поехала! Она завелась! Она поехала! Разве это не чудо, братья? Али-баба! Обратите внимание, что в этом видео водитель раздетый. Это значит, что он не случайно упал в канаву. Он сразу ехал купаться. Она завелась! Она поехала! Или на самом деле это машина для путешествия во времени, как из назад в будущее. И она не должна поворачивать. Ребята просто, ну, достаточно разогнаться не успели. Хотя на такой машине времени они могли бы вернуться только если в Советский Союз. И это хорошо. Третье видео прислал MadJackThePirateNux. И, впрочем, не буду ничего рассказывать. Обычное утро после обычной пьянки. Хозяин исследует свою квартиру. Насколько надо быть нажратым, чтобы уснуть в такой позе? Сука, его хоть палкой тыкать, чтобы проверить, живой вообще или нет. Надо выручать пацана. Блин, он, наверное, писал, чихнул, ударился головой об ящик и вырубился. Хотя мне тоже один раз пришлось так спать, когда я нас про арбуз съел. Лучше б уж присел, если знал, что так надолго. Хотя, это же дело принципа. Сидя же писают только девочки. Блин, да боссаться со смеху. Может, он струей себя убил? А я-то думал, только в компьютерных играх такие баги бывают, когда кого-нибудь снесут. Или в него вселился дьявол. Просто он выбрал крайне неудачный момент. Ваш друг застыл в неестественной позе? Да тут не обойтись без экзорциста. Что после этого Минздрав будет говорить? Алкоголь вредит вашей осанке? И это хорошо! На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор сюда, свои это хорошо присылайте к нам на Яндекс.Почту. И до вторника. Я обожаю интернет! Она убила их все! И это хорошо! И это хорошо!